об этом мало кто говорит мало кто знает и думаю что сегодняшняя информация будет для многих из вас новой у спатифилума нужно удалять не только после цветания вот эти цветоносы но и прутики которые остаются вот в пазухах листа и как это делать правильно сегодня вам расскажу если их оставить навсегда жить в этих пазухах у спатифилума могут начаться проблемы вот как здесь пошло уже такое пятнышко появилась прутики остаются вот здесь в пазухе во влажной среде это чревато их разложением ну и конечно загниванием чтобы правильно удалить вот эти прутики нужно правильно срезать цветонос после цветания старайтесь оставить пенек примерно в один там два сантиметра до вот этой пазухи чтобы его потом можно было легко вытащить сразу вытаскивать мы не будем потому что это сделать практически невозможно нужно подождать месяца два-три и потом вот этот прутик сухой очень легко вытягивается вот он такой сейчас покажу еще если вы долго это не будете делать он разложится вот эти прутики станут вот такими виде палочек через два-три месяца после их обрезки они очень легко вытаскиваются если вы обрезали очень низко поможете обрезать вытащить пинцетом ну и ни в коем случае никогда не срезайте не разрезайте вот эту пазуху листа чтобы достать вот этот сухой прутик потому что лист вы потеряете вот такой у меня сегодня улов если информация была полезной ставьте лайк и подписывайтесь на маленький сад на краю вселенной деток спатифилума я отделяю не доставая весь цветок из горшка вот у меня наросло несколько деток 3 с этой стороны стой еще несколько они загущают куст делают очень тесным и тогда спатифилум развивается не очень хорошо поэтому нужно их отделять если нужно пускать на размножение вот у меня куст выпустил цветонос еще на подходе 2 он светет до нового года ну я покажу как я отделяю деток опыт у меня такой уже есть вот у меня две отделенные детки которые укореняются уже полгода как я это делаю беру острый нож и просто вырезаю детку с частью корня то что корешки повредятся ничего страшного пойдет омоложение корневой системы это довольно трудный процесс главное чтобы вот на это на этой детки была часть корешка вот у меня получилось вот так здесь есть корешки и деточку мы сажаем небольшой объем земли так корни будут развиваться быстрее как и у всякого спатифилума мы делаем отверстия стаканчики поливаем можно поставить на первое время под тепличку а эти детки уже готовы к пересадке я буду их сегодня пересаживать коршочек беру не сильно большой который наверно раз два три больше вот этого объема и вот такие корни наросли за полгода у одной детки я их немножко вот так разомну посажу горшочек добавила немножко сосновой коры извлеченный нож не коры а хвоинок сосновых спатифилум любит кисленькая для большей аэрации почвы подойдет вот так примерно вот настолько отличается объем вот и детки тоже хорошие корни тоже буду пересаживать депутат с